ВЕСТА С первых минут встречи с Амарсио стремились вперед и непривыкшим к игре в зимних условиях южанам поначалу пришлось очень непросто. Уже на второй минуте левый нападающий крылышек Давыдов с острого угла нанес первую матчу удар поворотом гостей, всколыхнув сетку с боковой стороны. Еще через пару минут Полиенко вырвался на оперативный простор, но мяч свалился у него с ноги. А на восьмой минуте голкипер Краснодара Кавлинов впервые по-настоящему вступил в игру, отразив выстрел с близкого расстояния все того же Полиенко. Капитан хозяев поля не унимался и на одиннадцатой минуте вратарь черно-зеленых переиграл его в ближнем бою. Но в итоге большой игровой перевес крыльев Советов воплотил таки в гол не Полиенко, а другой Самарец. На тринадцатой минуте ставший несчастливой для горожан Сайпутин Давыдов метров с 18 уложил мяч в нижний угол гостевых ворот. Не прошло и минуты, как быки получили шанс восстановить равновесие. В ходе быстрой атаки Борисов остроумно пропустил мяч на Болова, но Руслан из убойной позиции пробил недостаточно сильно. Голы краснодарцы не забили, но игру выровняли. После этого эпизода от преимущества хозяев не осталось и следа, а концовка первого тайма и вовсе осталась за черно-зелеными. На сорок первой минуте Чуперко организовал атаку своей команды по центру и сам же ее завершил. Федоров в падении забрал мяч. А в следующей атаке Болов выиграл второй этаж, но направил мяч чуть выше створа. Вторая половина стартовала с затяжной атаки горожан, по итогам которой Болов после беспардонной подножки Васильева оказался на снежном Насте в штрафной крыльев Советов. Однако рефери Францудов из Нижнекамска очевидный пенальти в ворота хозяев поля не назначен. Краснодарцы продолжили наступление. Вторые 45 минут прошли целиком и полностью под диктовку подопечных Артура Оленина. Но самарцы оборонялись и числом, и умением. Их грамотную шлонированную оборону взломать было очень сложно, и на ударные позиции быкам удавалось выходить нечасто. На 62-й минуте счастье залпом из-за предела штрафной попытал Чуперко, промахнулся. На 79-й минуте сил на завершающий удар не хватило Борисову, лишь пнувшему мяч в направлении вратаря. А через 4 минуты Жигулев после хорошей перепасовки выстрелил в молоко. Последний шанс уйти от поражения у беспрестанно атаковавших краснодарцев был незадолго до финального свистка. Однако голкипер Федоров после стандарта не позволил переправить мяч в цель Комличенко и сохранил для своей команды минимальный победный счет. 1-0.